Региональные власти приняли решение увеличить в текущем году финансирование государственной программы здравоохранения Тверской области. Дополнительные средства направят на выплаты медикам за работу в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, приобретение лекарственных препаратов и проведение лабораторных исследований. Финансирование госпрограммы здравоохранения Тверской области в текущем году составит свыше 19,5 миллиардов рублей. Часть этой суммы составляют дополнительные средства, которые Верхневолжье получило из федеральной казны. Согласно решению регионального правительства, они пойдут на оказание медицинской помощи по целому ряду направлений. Среди них оказание медпомощи больным с коронавирусной инфекцией, выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации населения, а также приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. Были приняты необходимые решения для приобретения дорогих лекарств для граждан, которые пользуются льготами, и для граждан с редкими заболеваниями. Это очень дорогие лекарства, потому что федерация начинает работу с Нового года, и вот в этот период мы тоже со своей стороны приняли все необходимые решения, чтобы приобрести эти дорогие лекарства для людей, которые в этом нуждаются. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на развитие кадрового потенциала региональной системы здравоохранения, проведение почти 29 тысяч дополнительных лабораторных исследований, а также на повышение заработной платы сотрудникам службы скорой помощи. Конечно же, дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом, на выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации. Ее нужно максимально интенсифицировать, подчеркивает глава региона. Призываю всех провакцинироваться, провакцинироваться нашим отечественным препаратом, спутником ВИМ, мы уже и все в правительстве ревакцинировались даже по несколько раз, поэтому надо беречь свое здоровье и дальше работать во благо нашей родной Турской области. Всего на данный момент в Верхней Волжье прививку сделали почти 525 тысяч человек. Особо стоит отметить, что среди них около 190 тысяч – жители в возрасте старше 60 лет. Это 57% от общего числа вакцинированных.